Добрый день, программа Paradox, в эфире ведущий Степан Демура. Ну, как вы знаете, на этой неделе, в понедельник, был выдан мощнейший сигнал на продажу. Он был выдан господином Клепчем, это замминистра эконом-развития. Стоял он в следующем, что раньше, если раньше у нас были крылатые фразы, типа «Островок стабильности» и «Тихая гавань», после таких фраз у нас обычно в течение квартала слегал мощнейший обвал рынка и экономики, то сейчас новой крылатой фразой стало выражение «Экономика России достигла дна». Ну, до этого еще было тоже два сигнала на продажу. Это надо покупать «Газпром» от Миллера, и девальвации не будет от различных властей наших монетарных. Так вот, действительно ли экономика России достигла дна, или я, как обычно, ерничаю, забегаю вперед паровоза? Мы сегодня обсудим с Михаилом Делягиным, директором Института проблем глобализации. Добрый день, Михаил, спасибо, что пришли. Ну, добрый день, это уже сигнал на покупку, а не на продажу. Это смотря из чьих уст. Вообще да. Алексей Милниковым, членом Федерального совета партии «Яблоко». Добрый день, Алексей. Здравствуйте, Степан, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, первый вопрос такой к вам не очень корректный. Что же вы такую змею-то пригрели? Какую? Ксенофоба. Это кто, прости господи? Навальный. А его исключили из «Яблока» в 2007 году как раз. А он что, еще и ксенофоб? Националист. Да, националист-ксенофоб. А кто сказал? Ну, тут же скандал. Вы интернет не читаете? Да я сейчас на даче. А, правильно. У меня там интернет от Мегафона. Оппонент, хорошо, что не от МТС. Сбирательная компания в Полейнике. Я думаю, не все хорошо. Это нормально. Обычно. Ладно, у нас так принято шутить. Я мимо тещиного дома, сами знаете. А то консенсус им за сумму. А то регламент покажу. Понятно. А что с Навальным-то? Расскажите, интересно. Ну, там выяснилось, что когда он еще был в партии «Яблоко», одну азербайджанку он назвал не очень хорошим словом. Когда был Ленин маленький с кудрявой головой. Понятно. Да. Но, вы знаете, я могу сказать, что я в хорошей оказался компании. У меня же, я все пытаюсь получить диплом, что я антисемит. Я могу вам выдать, я официальный. Нет, нет. Когда была авария на шахте Распадская, какая-то очередная еврейская община города Москвы насчитала по всей России 49 случаев антисемитизма за тот год. С моей точки зрения, 49 случаев антисемитизма на Российскую Федерацию — это юридическое доказательство того, что антисемитизма у нас нет. Но вот один из этих 49 случаев — это было то, что, перечисляя владельцев шахты Распадская, Абрамович, Абрамов, Козовой и Вагин, я уделял слишком много внимания господину Абрамовичу, который, в отличие от остальных трех владельцев, можно было отличить от покрашенной серым цветом стенки. Это у нас основание для того, чтобы обвинять людей в антисемитизме. И я думаю, что если бы Навальный сказал бы те же самые слова не азербайджанке, а кому-нибудь еще, ну никто бы про это никогда бы не вспоминал. — Нет-нет-нет, ну там это доказано, это было при свидетелях, это разбирал партийный абитраж «Яблок», очень подробно. — Ну слушайте, ну мы шутим, ну не шутим. — Ладно, давайте вернемся к нашей теме. Надо шутки понимать, тем более вы политик. — Надо шутить во время избирательной кампании над политиками. Это не то время. Не время для шуток. — Как? Он же пообещал изжить и уничтожить всех политологов тоже. — Кто? — На столбах повесить Навальный. — Ну вообще-то правильная идея, я поддерживаю целиком и полностью. — А вы? — Я думаю, что это одно из свидетельств маргинализации общероссийской политики такого рода заявления. — И российской экономики тоже. — Такого рода заявления. Но об экономике сейчас поговорим. — Давайте попытаемся быть серьезными. Ну честно говоря, я после вчерашнего разбора полетов между премьер-министром и... Кто у нас новый начальник мэра? Все не забываю. — Да. У Люкаева серьезным быть не могу. То есть, на мой взгляд, это был разговор слепого с немым, да? Один говорит, что у нас проблема в монополизации, а второй говорит, а мы все это будем решать монетаристскими методами. — Ну там два разговора было на правительстве. Там был разговор с Улюкаевым и был разговор с Игорем Артемьевым. — С Улюкаевым. — Да, глава ФАС тоже отчитывался. И вчера на правительстве рассматривалось два вопроса. Это инвестиционная программа Улюкаева и, соответственно, отчет. Один из немногих меняемых людей в нашем экономическом блоке. — Но он же монетарист, он пытается решать проблему нашей экономики монетаристскими методами. — Артемьев? — Нет, Улюкаев. — Нет, я про Артемьев. — А, Артемьев, да. — Артемьев нормальный. Нормальный. Кстати, из Яблок. — Он, Игорь Артемьев, Игорь Артемьев не просто из Яблока, он член политического комитета партии Яблока. И сейчас до сих пор в Яблоке состоит. — Да нет, он нормальный. — А почему-то на выборы не выставили в Москве? — Ну, потому что у него есть своя работа. — Пусть человек делом займется. — Своя работа есть. — У человека занимается делом. — Ладно, давайте пошутили. — Улюкаев нормальный либеральный фундаменталист с 92-го года. Вот есть люди, если им показать пальцы, они начинают смеяться. Есть люди, которые кричат антисемитизм. Ну, а есть люди, которые, если им показать палец, начинают говорить, что необходимо ужесточение финансовой политики. Потому что решили все наши проблемы через снижение инфляции. Вот Улюкаев, с моей точки зрения, относится к последней категории. За что я ему сердечно благодарен, потому что мог относиться к Первому Думу. — Не, ну, если серьезно, смотрите. — Серьезно, абсолютно. — У нас падает и промпроизводство, и потребление электроэнергии. — Не, не, не. Промпроизводство 0,1% по полугодию. — Ну, до этого падало. — А в июне был 0, в мае было минус 1,4%. — Проэлектроэнергии падает, грузоперевозки падают. — Глобальные изменения климата. — А грузоперевозки... — Подтепление или похолодание? — И то, и другое одновременно. — Понятно. — А грузоперевозки, реформы РЖД, прости господи. — Да. — Во сколько у нас там вырос пробег проехника? — Да. Ну, не в этом дело. Просто, смотрите, действительно, в экономике получается не очень хорошая ситуация. Причем она уже длится... — Кирдык, как это называется. — Длится, по-моему, год, да? И вот на соколе я понимаю, вот те меры, которые предлагаются, они носят чистый монетаристский характер. Ну, хорошо, ну, понизьте вы ставку кредитования. Вопрос. А кто будет брать кредиты на что? — На покупку валюты. — А банки уже заработали 60 миллиардов рублей. — Правильно. — Там, понимаете, на мой взгляд, все-таки вопрос, если посмотреть то, что рассказывал Алексей Улюкаев вчера на правительстве, там вопрос просто в том, что меры, которые предлагаются, ну, например, там, сохранить льготу по плате страховых взносов для малого бизнеса, там, на уровне, там, 20%. Они, может быть, ну, такого рода меры, они, может быть, и неплохие, как частные меры. Или, там, допустим, там, понизить ставку налога на доходы физических лиц для инвесторов, которые будут покупать российские ценные бумаги. — Это самоубийство. — Они, может быть, меры, да, и их можно обсуждать там, но они частные, эти меры. Есть просто фундаментальные общие вопросы. — Какие? — Я назову, я назову самых маленьких предпринимателей в нашей стране и самых больших. Вот мы с вами, Степан, по-моему, зимой последний раз встречались и обсуждали вопрос о уходе в тень сокращения числа индивидуальных предпринимателей. С тех пор, как мы с вами говорили, и до того момента, когда было принято все-таки частичное решение в отношении снижения ставки страховых взносов, около 500 тысяч человек официально закрыли свое дело. Это с каким трудом... — Но они ушли в тень, наверное, в тень. — Да, часть ушла в тень, но часть у нас закрыла, потому что мы вот в Яблоке получали письма людей, и видно, что эти люди, ну, они не будут заниматься никакой теневой деятельностью. Значит, вот смотрите, в ноябре начал обсуждаться в Думе вопрос. В июне они это приняли в итоге. Прошло, вопрос минимальный, понятный, очевидный. — Нет, ну, послушайте, там были важные проблемы. Там был Дима Яковлев, там были интрадиционные сексуальные отношения. Это же значительно важнее, чем экономика. — Вы знаете, это вопрос, это вопрос, не Государственная Дума. Кстати сказать, парадокс заключается в том, что вообще вот депутатом, действительно толковым, активным, который пробивал разумное решение вопроса, был коммунист, член Коммунистейской партии Российской Федерации Сергей Иванович Тогрин. Это вообще тоже показательно. Сделать защитником предпринимателей, это вообще вот абсурд. Людей, вот наших представителей нашей коммунистической партии, взгляды которой на экономику, ну, в общем, они очевидны с такой советской спецификой. И вторая проблема, очень большая, очень крупная, это разработка арктического шельфа. Вот посмотрите, Игорь Иванович Сечин выступал недавно с платформы Орлан. Это проект СРП «Сахалин-1». Гордо рассказывал, что проект «Сахалин-1» заплатил 8 миллиардов долларов в российский бюджет. И у нас есть пример огромного штокмановского проекта, который пока, во всяком случае, заморожен. А прошло 10 лет, разговоры шли, что это будет разрабатываться. Это проблемы механизмов, понимаете, использования. И основная проблема, на мой взгляд, вот все-таки соглашение разделе продукции, успешно работающие два проекта, «Сахалин-1», «Сахалин-2». Это два действительно огромных проекта на шельфе. Там инвестиции порядка 40 миллиардов долларов составили. Вот, и тут и другой проект. Это все наследие, наследие другой экономики, другого подхода к экономике, другой политической, если не системы, то во всяком случае, другого состояния этой политической системы. И мне все-таки кажется, что основная проблема это отсутствие частной экономики, раз, серьезной, отсутствие правового порядка. И третье, просто бесправие предпринимателей. Потому что своего голоса, ну что, люди ходят в правительство, в администрацию президента на приемы и пробивают... Всякие общественные организации создают... Да, понимаете, все-таки эти вопросы, эти вопросы должны обсуждаться в парламенте. И парламент, он должен обладать большими правами и быть более свободным. Мне кажется, мне кажется, что тогда экономические решения, они будут приниматься другими. Да, и последнее, что я скажу. Вот вчера Алексей Люкаев, он вообще министр молодой, и он эту тему обошел. А Игорь Атемьев, когда он выступал, он прямо сказал... Алексей, вы должны уйти на информационный перерыв. Политические проблемы с Газпромом и РЖД обсуждать не будем. Добрый день, мы снова в эфире. Программа «Парадокс». Телефон студии 495651096. В гостях у нас сегодня Михаил Делягин и Алексей Мельников. И обсуждаем мы тот факт, что достигла ли экономика России дна или дальше будет только хуже. Ну, вот тут была реклама, рекламировали отдых в Сицилии. Мне что-то вспомнилось выражение итальянцев, что с мигалками у них только возят мафиози на суд. Говоря о политических проблемах. На самом деле вопрос-то вы достаточно серьезным подняли. Проблемы-то у нас носят политический характер и структурный, и за год и за два их не решить. А почему же не решить? Ну, там есть одна... Евральская революция заняла, сколько, неделю? Она долго возревала. А у нас сейчас что возревает, по-вашему? Вопрос более сложный. Нет, но там есть серьезное экономическое содержание, понимаете? Потому что это огромная, на самом деле, проблема. Это просто так ничего не будет. Честные выборы, там парламент и так далее. Это серьезная проблема. Это просто так, просто так, то, как принимаются решения, вот это серьезно. Насчет того, как возревают. Российская экономика освободилась от зависимости от цен на нефть в 2011 году. Но они росли, мы падали. Согласен. Они подскочили на 40%, на что российская экономика не отреагировала. Как было 4,3% Росстака и осталось. Но это по данным Росстата. Нет, мы берем только официальную статистику. Хорошо. А то мы сейчас напугаем. Уйдем дебрены. Значит, в середине прошлого года эта модель сломалась. То есть под грузом коррупции и монополизма, Буцефал превратился в Остака и мы начали резкое торможение, которое продолжается и сейчас. Во втором полугодии будет получше просто потому, что у нас засухи не будет. Это статистика показывает, что все чуть-чуть получше. Но это будет на второй полугодии и не более того. Может быть и не хватит. Когда тот же самый Клепыч вполне официально предполагает возможность того, что мы не вытянем даже на 2,4% в этом году. То есть мы не вытянем на 3% в втором полугодии. Это плохо. С другой стороны, без разницы, какой будет экономический рост, будет ниже 5,5%. Который нам необходим для того, чтобы всем ворам хватало еще население что-то делать. Да, социальную стабильность поддерживать. Значит, причина кризиса очень простая. У нас сложилась модель экономическая, социальная, политическая, которая занимается разграблением советского наследия. От инфраструктуры до переработки людей. Ну, правда, не на мыло, как в Германии. Утилизация России, да, если следует Дерипаски. Да, да, да. Переработка людей в личные богатства, легализованные в фишневековых странах. Точка. Эта модель не может работать бесконечно. Она сейчас и заканчивается. И когда мы видим... В мире, на самом деле, тоже заканчивается та модель, которая сложилась. Мы видим бессмысленный треп людей на большой двадцатке, которые там произносят слова, которые имели смысл там 10 лет назад, а то и больше. Скорее, заклинания произносят. Да, это заклинания. Наши бюрократии, которые ориентируются на международную тусовку, просто потому, что наши офшорные аристократии вывозят туда все. И молятся туда. Неважно, патриоты они официальны или либералы они официальны. Она точно так же произносит заклинания. Можем сколько угодно обсуждать эти заклинания. Но... Смысл? Незащищенность собственности, чудовищный произвол монополий, уничтожение судебной системы, ну, когда мне офицеры соответствующих структур говорят, ну, да я знаю, что если я попаду в аварию, то никакой правовой защиты меня не будет, меня слуги режима, да, и так далее. И они это понимают прекрасно, лучше нас, потому что они ближе с этим сталкиваются, не армейские офицеры. Превращение, так сказать, организованной преступности, дай бог, если не этнической, в местное самоуправление, и так далее, и так далее, и так далее, это просто следствие я, это частные случаи проявления этой модели. В этой ситуации есть официальные слова, которые произносит начальство, но оно не может выступать против этой модели. Когда вы говорите «долой коррупцию», то возникает ощущение, что вы подрываете основу государственного строя. Поэтому у нас есть замечательные скандалы против коррупционеров, и отдельных даже наказывают, кроме шуток. Но они не меняют правила игры, то есть именно против коррупционеров, а не против коррупции. А экономическая ситуация будет валиться, она будет валиться медленно, с хорошей запасом денег. Медленно ли? Медленно, у нас хорошие запасы денег. За терпение русского народа пил еще Иосиф Веселинович Сталин. Вот, Михаил, Михаил, давайте к запасам денег вернемся сразу на месте. Значит, у меня остается впечатление, что единственные официальные подтвержденные запасы у нас денег, валюты, это то, что в ТИК, то есть это Treasury Holdings, там 100, по-моему, 153 миллиарда. Все остальное, это статистика ЦБ и статистика нашего правительства. Что меня здесь напрягает, скажу сразу. Напрягает следующее, это, во-первых, закону распили стабфонда приватизации. Черным по белому написано, что будут, что возможны потери. Это такой первый звоночек лично для меня, что деньги, наверное, уже потеряли. Второе, что меня напрягает, это вот такое желание уже все распилить. И стабфонд, и пенсионный фонд. Например, Газпром, он хочет пенсионные деньги на строительство Южного потока. Да? Когда Северный стоит еще на 50% незаполненный, они хотят строить на эти деньги Южный поток. Вопрос возникает, а сколько у нас реально валюты есть? Значит, есть маленький нюанс. Вот вы как на это смотрите? Я исхожу из того. Я почему задаю этот вопрос, с ней тебя перебью. Я вас даю по одной простой причине, что если смотреть по 2008-200 году, то буквально за два месяца 200 ердов ушло. Нет. А, 250 ушло. 250. За два с половиной месяца? 250. Значит, исходя из этого, можно рассчитывать, что если у нас есть всего 500, поддержка олигархов, пятое-десятое, покрытие всех валютных рисков в банковской системе и в госмонополиях, эти деньги очень быстро закончатся. Давайте оговоримся сразу, что если у нас завтра нефти будет даже не 34, а будет 60, который, собственно, определяется балансом спроса. Это, кстати, сейчас по этой цене Роснефть продает китайцам. Да. Российская экономика живет после этого месяца три, а потом от двух до десяти месяцев она существует просто вот как забытая вещь. А потом она падает. А вот поподробнее, что значит забытая вещь? Когда денег нет, но об этом боятся думать. А, понятно. То есть вот человеку уволили с работы, а он продолжает по инерции потреблять, потому что жене сказать стыдно. Берет кредиты и так далее, а потом уже сыпется. Первая причина вы назвали массовое разворовывание, как в последний день, когда выдаются деньги на спасение банковской системы, и как в 98-м, в 2008-м году эти деньги ровно тютельку в тютельку немедленно на них покупается валюта и вводится из страны. Причем в 98-м, что в 2008-м механизм был практически одинаков. А второе, тоже очень важно, это обесценение международных резервов. Это же вложено в ценные бумаги, помимо трежерис. А ценные бумаги в условиях, так сказать, глобальных проблем сразу сбрасывают цену. И сегодня у нас 510, а завтра у нас 400. Без всякого воровства. А послезавтра может быть и 300. Но, во-первых, у нас для валютной стабильности на самом деле достаточно 260. Это первое. Второе, ну и поддержание там, естественно, валютной стабильности вы имеете в виду отсутствие девальвации рубля. Отсутствие неконтролируемой девальвации рубля. То есть он сейчас переоценен, но вот его уронить на 36 и на этом уровне там держать там условно полгода. Это вполне достаточно, 260 для этого достаточно. Вторая вещь. Очень важная. Заключается в том, что осенью 2008 года, когда всем было очень страшно, из-за страха люди становятся разговорчивыми. Некоторые. Психологическая реакция. И из слов некоторых наших тогдашних руководителей можно было оценить люфт, о котором вы говорите. То, что нарисовано. Вот на нижней точке было нарисовано процентов 10 международных резервов. Вот. То есть в реальности мы потеряли 250 миллиардов долларов, а если исходить из официальной статистики, то мы потеряли там условно 215. Понятно. То есть люфт примерно 10%. Я думаю, что даже если он сейчас и вырос, то он сейчас в пределах там 20%. И то это, наверное, завышенная оценка. То есть эти деньги не являются вольфрамовыми слитками, покрытыми фольгой. Хочешь надеяться, да. Вот они где-то что-то лежат. Ну хорошо, их хватит на полгода. Безусловно. А дальше? Ну простите, пожалуйста. Если вы живете ради уничтожения собственной страны, то вы будете жить недолго. Если вы живете в стране, меряясь с ее уничтожением начальством, ну не стоит вам рассчитывать на процветание. Я думаю, что были люди, которые в концлагерях пытались заниматься бизнесом. И занимались, цеховики назывались. Заканчивалось это примерно одинаково. Вот так что мы свалимся, мы разобьемся в пыль и в порошок. Мы о 98-м годе будем вспоминать, как о мане небесной. И дай бог, если мы развалимся это состояние 91-го, не до 17-го, можем еще хуже развалиться. Потому что в условиях кризиса работает только одно. Работает адекватность руководства. Большевики были люди безумными и жуткими на самом деле, но они были адекватной ситуацией. К тому времени, пока к нам придут какие-нибудь власти адекватные людоеды, мы в условиях этого кризиса упадем очень далеко. Это будет расчеловечивание, с точки зрения. Другое дело, что до следующей осени у нас есть время покурить бамбук и приятно поговорить в приятной, в интересной аудитории, о хороших вещах или о плохих вещах. Планы там подписать 2020, 25, 2030. Ну, а у Кириенко, по-моему, там стратегия до 2050-го. Я бы следующую программу правительства просто послал бы. Программа до второго пришествия Христа. Ну вот Сноуден уже пришел. Так у Сноудена беда. Ему же, он же не знал никогда, как работает наша система выдачи паспортов. Месяц! Не, ну слушайте, он всю жизнь слушал Russia Today. Ну что вы от него хотите? Ну ты приехал. Но он не мог слушать, а существует... Алексей, а вы согласны с таким не очень радужным перспективой? Да нет, я думаю, что, на мой взгляд, пока таких опасностей нет. И пока есть возможность принимать решения разумные, в частности, те, о которых я говорил. Еще одна проблема, очень серьезная, мне кажется, что это разбухание государственных компаний, разбухание этого сектора. Ну вот посмотрите, там, Роснефть, например, последнее приобретение, это НКБП. Они сейчас еще хотят, сообщение есть, еще купить бизнес там, божают. Не, ну пусть покупают, а стране нет на что жить. Вы понимаете, здесь вопрос все-таки в чем? Еще одна проблема нашей экономики, это все-таки низкий уровень конкуренции. Низкий уровень конкуренции. И то, как устроены частные компании и государственные, они все-таки устроены по-разному. Вот я, например, себе представляю, как делались дела, отношения строились с покупателями в ТНКБП и в Роснефти. Это две совсем разные компании, два совершенно разных типа поведения. Контроль собственника часто, ну, в ТНКБП там Герман Хан был исполнительным директором, сам собственник крупный, и сидел контролировал. Вот, это, так сказать, может быть, немножко такой случай нехарактерный. Но, тем не менее, тем не менее... Алексей, мы должны прорваться на новостной перерыв. Виктор, оставайтесь, пожалуйста, на линии, возьмем ваш телефонный звонок. Добрый день, мы снова в эфире, программа «Парадокс». У нас в гостях Михаил Делягин и Алексей Мельников, обсуждаемые будущие экономики России. Виктор, добрый день, извините, что пришлось вам так долго ждать. Да, ничего страшного. Здравствуйте, да, Степан, и всем остальным, и радиослушателям. Сначала персональное здрасте ко всем, вот, потом вопрос, а потом к вам маленький вопрос, Степан. Ну, извините, что так все формализовано. Привет ментору заочному, то есть вам, Степан. Михаил Геннадьевич, вам вообще респект. Спасибо большое. Алексею тоже, да. Ну, вот вопрос такой, по сути, да. Вот вы говорите там, проблемы, коррупции, туда-сюда. Я хотел бы просто, чтобы вы немножко там осветили тему такую, как коэффициент жене. То есть, как сказывается, ну, расслоение доходов, да, вот в России. Ну, скажем так, грубо говоря, если есть 5% чиновников, у которых там немерено бабла, ну, и откуда рост цен, например, на недвижимость? И вот такая вещь. А к Степану, да, последний маленький вопрос такой, ну, персональный. Я потерял там логин и пароль от ЖЖ. Я вам напишу, вы меня там, пожалуйста, впустите. Хорошо. Пущу. Понятно. Ну, коэффициент жене, это коэффициент расслоения, разрыва в текущих доходах. Чем он выше, тем выше уровень расслоения, тем менее справедливо устроено общество, тем выше социальное напряжение, и самое главное, тем менее адекватная социальная политика и экономическая политика в целом, потому что приходится выбирать, на ком ее фокусировать. И когда вы приходите на рынок со своим товаром, выясняется, что вам совершенно невыгодно продавать массе среднеобеспеченных людей. Во-первых, ее нет, она размыта, и она считает деньги. И гораздо проще переориентироваться на 5% богачей, которые денег не считают. И когда вы приходите в магазин, вы вдруг обнаруживаете, что все ориентируются на богачей. И вроде вы хорошо зарабатываете, деньги у вас есть, но цены не для вас. Если вы хотите купить какую-нибудь одежонку, вам проще смотаться в Германию и даже не бегать там по распродажам. В Польшу достаточно. В Польшу, Белоруссию, не бегать по распродажам, а зайти в самый обычный магазин. То есть, вся экономическая политика, вся политика государства начинает ориентироваться на богатейших людей. Это ведет, в том числе, к беспорядкам. Классический пример Междуреченск, 2010 год, когда шахтеры два раза кулаками сгоняли ОМОН с железнодорожных путей. Почему это случилось? После аварии выступил очередной уважаемой рукой или сказал, что вы тут вообще гузите? Ну и что, что люди погибли? У вас средняя зарплата 80 тысяч рублей. Подход был неправильный, но у нас люди свою жизнь не очень сильно ценят. Шахтеры стали сходиться на площадь, чтобы посмотреть, у кого зарплата 80 тысяч. Посмотреть на этих людей, потому что максимум, которые не зарабатывали 45 ударники, стахановцы, вообще там было 30-35 тысяч. Выяснилось, что человек не врал. Действительно, если сложить зарплату рабочих и зарплату топ-менеджеров, то получается средняя по шахте 80 тысяч. И когда мы видим сегодня рост реальных доходов населения на 3-4% в год, то это не только занижение инфляции, это еще миллионеров и топ-менеджеров, их доходы складываются со всеми остальными. Из-за того, что разрыв чудовищен, люди отказываются верить, что 80% населения России, по данным социологических опросов, им текущих доходов не хватает на покупку бытовой техники. Им нужно копить на простую бытовую технику, а это значит, что эти люди бедны. Но на самом деле еще коэффициент жени, его рост, он происходит не только у нас, у нас он вообще какой-то страшный, по оценкам за 80 зашкаливает. А он привык к тому, что скорость обращения денег в экономике начинает замедляться, экономика рано или поздно встает. А механизм очень простой. Скажем, что может сделать со 100 миллионами Абрамович? Купить очередную яхту. А что может сделать, скажем, средний город со 100 миллионами? Да купить недорогих машин, недорогой одежды, может быть, недорогую недвижимость, и в результате у вас эффект мультипликативный в экономике действительно больше. Да. Поэтому на самом деле тоже играет такую важную роль. Но считается, что, если я не ошибаюсь, если коэффициент жени выше 40, то в стране складывается революционная ситуация. Что, кстати, у нас показал опрос общественного мнения Левада-Центра, 57 процентов считает, что в стране революционная ситуация. Причем вопрос был задан абсолютно корректно. Они им описали, что такое революционная ситуация, а это импотентный проститут Киполинский. И народ согласился с 57 процентов. Вот такой коэффициент жени. У нас все силы государства на то, чтобы не допустить сувективного фактора. Да, конечно. Вы как такой махровый демократ и либерал. Вы вот все время говорите... Какой либерал? Нормальный человек. Я шучу. Шучу. Вы все время говорите о экономических проблемах. Я с вами согласен. У нас тема такая. У меня вопрос был несколько иной. Михаил считает, что времени у правительства и у страны нет. Год. Год, я имею в виду. За год никаких решений принято не будет. Нет. Вы считаете, что время есть заниматься такими рассуждениями, что здесь у нас конкуренции не хватает, там давайте проведем полгода обсуждая создание какого-то нового фонда, чтобы помочь малому бизнесу. Есть такое время? Знаете, я вам хочу сказать, что я думаю, что политики отличаются и люди, работающие в правительстве от политологов, журналистов тем, что все-таки это люди, но во всяком случае те, которые находятся у власти, они должны принимать решения. Они должны принимать решения. Потому что рассуждать и говорить можно долго, можно сколько угодно. Ответ на вопрос, есть ли у страны будущее, он сложный. Ответ на него даст только будущее. Сейчас сказать нельзя. Мое понимание заключается в том, что это было потерянное десятилетие, это было потерянное десятилетие. до последних четверть века потерянное. Да, то, что мы говорим, нефть и газовый сектор. Для меня замечательный показатель это разработка шельфа в период высоких цен на нефть и газ. Ставка на две крупные компании, сделанное законодательство таким образом специально, чтобы они имели приоритет для работы на шельфе и ноль. Практически ничего. Даже с учетом того, что это требует довольно долгое время. То есть если уж здесь вот такой тип экономики нашей, опирающийся на крупные компании, высоко монополизированный, столкнулся с этими проблемами. Причем монополизированный благодаря политическим решениям, не благодаря конкуренции. Естественно, конкуренция. Это не стендерд Оэллов Нью-Джерси, который в результате конкурентной борьбы, кстати, прекрасная книжка Доминика Арментана «Антитрас против конкуренции» пришел к тому, к чему он пришел, к победе над конкурентами. Это совершенно другая история. И это, конечно, колоссальная проблема. Что мы видим, что мы наблюдаем, мы видим невозможность правительства и президента эти проблемы как-то решить. Те вещи, которые делаются, если мы говорим там о коррупционерах, о каких-то разоблачениях, это шаги в правильном направлении. В правильном направлении. То, что благодаря общественности, блогерам делается по госзакупкам, это шаги в правильном направлении. Но это же крошки. Это крохи, и это мизер. А система, все-таки вопрос, он принципиальный. Что здесь будет? Здесь будет частная экономика, высококонкурентная. Здесь будет политическая система, тоже высококонкурентная. Здесь решения будут приниматься не отдельные группы лиц, находящихся наверху, или они будут приниматься все-таки представительными органами. Понимаете? И это колоссальная проблема. Но то, что было сделано за вот эти 10 лет в политике, это даром не прошло. И вот с политической точки зрения, да, я могу сказать, что это огромная, колоссальная проблема. Нет людей, которыми можно было бы заполнить легислатуры, муниципалитеты, региональный уровень. Можно тогда, я перефразирую. Хорошего качества людей. Нет, муниципалитеты есть. Скажите, Алексей, вы считаете, что изменения в системе будут носить эволюционный или революционный характер? Нам бы очень хотелось, чтобы они были революционными. Нет, а вы как считаете? Потому что эволюция здесь невозможна. Это зависит все-таки, это зависит и от властей, это зависит и от оппозиции. Вот это не надо здесь делать. Я сейчас вот скажу то, что Миша сказал по поводу, соответственно, людей муниципального уровня. Вот очень хороший пример Москва. Мы даже в Москве вот при высокой активности политической, когда были сейчас выборы в марте 2012-го, мы специально людей собирали вот и смотрели. Это колоссальная, просто огромная проблема. Найти, там вот найти две тысячи людей, две тысячи людей на Москву очень сложно. Людей, которые бы в муниципалитетах там работали и действительно были бы толковыми. Коллеги, Москва в политическом отношении при всей своей политической активности это выморочный город, потому что мы готовы протестовать, но вот запрячься и пахать, москвичи не готовы. Это тоже то, чем Москва принципиально отличается от значительной части остальной России. Нет, но люди есть, часть мы нашли. То есть в регионах руководители местного звена, да, они очень симпатичные люди, часто даже из Единой России, но они, по крайней мере, пашут. Они сильно отличаются от руководителя управы, скажем, в Москве или его помощничку. Вот это первое. Насчет вопросов, мне кажется, очень принципиально важный вопрос насчет эволюции и революции. Вот я посвятил свою жизнь тому, чтобы сдвинуть ситуацию в эволюционную плоскость. И я вижу, что с каждым днем революция, причем не революция, там, в силу перехода власти к новой партии через кризис, а в смысле хаоса, сначала срыва в хаоса, а там еще можно и не выжить. Вот это становится все более неизбежным. Когда я ругаю правительство, то я чувствую себя виноватым, мне стыдно, потому что это как будто вот я знаю, что человек импотент, а я ему говорю, о, у тебя детей нет, что у тебя детей нет, а я знаю, что у него не может их быть. У него задачи другие в жизни. Это Петерим Сорок нехорошо описал. Ну, давайте возьмем телефонный звонок. Максим, добрый день. Алло. Алло. На борже. Максим, добрый день. Добрый день. У меня вопрос к вам и к господину Делягину. Мы, имеется в виду, более-менее люди, заглядывающие не на шаг, не на два, а хотя бы чуть-чуть подальше. Убедительно понимаем, что падение экономики, уменьшение покупательной способности зарабатываемых денег, уменьшение количества этих зарабатываемых денег, увеличение стальной стройности, деградация образования, здравоохранения, ЖКХ и прочего. Ну, естественно, такой рецепт не бывает на всех. Но, чтобы вы посоветовали народу, так сказать, который вас слушает, а все слушают, за все-таки в основном не маргиналы, не вот, мы, возможно, какая политика поведения должна быть у людей, чтобы не смеяться от записи. Ну, хотя бы, я понял. Просто хотел этому посвятить вторую часть программы, а что делать простым людям, грубо говоря, как подготовиться. Ну, мой рецепт, вы знаете, это тушенка, золотые патроны. Вот, на самом деле, раньше смеялись над этим рецептом, теперь уже смеются все меньше и меньше. Ну, вот смотрите, я просто свою точку зрения выскажу. Система не способна к, скажем так, реформированию, да. Я повторюсь еще раз, это очень хорошо описал в своих книгах великий социолог Петерим Сорокин, и никакой эволюции в таких случаях не бывает и невозможно. Бывает только революционный слом системы. По одной простой причине, что происходит деградация элит в результате процесса отрицательной селекции, в результате которого наверху остаются социопаты и девианты. И в момент, когда нужно принимать решение, единственное возможное решение для того, чтобы спасти общество и саму систему, принимать решение некому. Разумеется, все начинает рушиться и крушиться. А что делать? Ну, смотрите, для начала вы можете ознакомиться с материалами, которые опубликованы по аргентинскому кризису, посмотреть, как там рушились все социальные институты общества и что происходило и со сбережениями людей, когда в стране не было валюты и что происходило на улицах, где лучше жить в это время, на чем ездить и вообще что делать. Но, к большому счету, с чем мы столкнемся? В стране нет валюты. Предположим, что у вас есть валютные сбережения в том же Сбербанке. Ну, хорошо, они есть, у вас их, например, берут. второе, когда рушится социальная структура общества, ни милиции, никого действительно уже не будет, по большому счету. Вы должны будете защищать сами себя. И третье, нужно понимать, что в этот момент, если не приди Господь, у вас есть какие-то серьезные заболевания и вам нужны медикаменты, то лучше ими запасаться заранее и смотреть на срок годности, потому что, наверное, вам это тяжело представить, но нужно мне чуть заткнуться и уйти на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Добрый день, мы снова в эфире, программа «Парадокс». У нас в гостях Михаил Делягин и Алексей Мельников и обсуждаем мы будущее экономики России. И, как всегда, мы пришли к будущему политической системы, поскольку у нас это, к сожалению, вещи взаимосвязанные. Ну, чтобы закончить мою такую тираду, просто сделать простой эксперимент. Вот, представьте себе, что магазин закрыт, аптека закрыта, перебой с энергоснабжением. Что вы будете делать и как вы готовы к этой ситуации? Плюс, выходить на улицу небезопасно, скажем так. Вот и представьте себя в такой ситуации, подумайте, что вам нужно, какие запасы вам нужны и тому подобное. Сами все поймете. Я что-то краски сгущаю, нет? Вы так на меня смотрите? Да нет. Я думаю, что сгущаете очень сильно. Мы с вами читали просто, судя по всему, одинаковые книжки по аргентинскому кризису. Да. Вот, я могу добавить очень коротко к этому, что вам нужно для себя принять решение, чего вы хотите для своих детей. Выбор, если так грубо, это с ними, если советоваться не надо, это не их выбор, это ваш выбор. Либо это безопасность, относительная безопасность, конечно. И если вы выбираете для них безопасность, без права как-то влиять на свою собственную жизнь, на правила этой жизни, то тогда, конечно, нужно выбирать фешенебельную страну более или менее и стараться в нее убежать. И тогда, так сказать, быстренько спилить здесь все, что можно, расфасовать по 50 тысяч евро на разных людей в разные места, естественно, в зарубежных банках. То же самое золото и то же самое, но в других местах желательно с гражданством. Это такие возможности сейчас есть, по крайней мере, с ПМЖ. Вот. Если вы хотите, чтобы ваши дети имели право самим влиять на свою жизнь, это право у них может быть отнято, как у нас сейчас оно отнято, но право есть. Право самостоятельно принимать решения. Потому что мы не понимаем, как живет современный европеец, потому что для него он живет в доме, которому 500 лет, который его пра-пра-пра-пра-пра-пра построил. И он живет точно так же в институтах и в законах, которые сложились два поколения назад, и все забыли, что их можно менять, если меняется мир. Они не имеют права менять это не потому, что они эминранты, а потому, что они не могут себе такого представить и вообразить. Вот мы можем себе такое представить и вообразить. Мы можем себе представить, что мы имеем право менять свою жизнь сами. Но за это право вам придется заплатить отсутствие безопасности для своих детей. Если вы остаетесь здесь, то, что сказал Степан. Если выбираете безопасность, ну, у нас есть куча специализированных фирм, которые вам помогут даже за небольшие деньги. Да у меня вообще короткий на самом деле совет. Не терять голову. Просто все не так, абсолютно катастрофично. Не надо ничего бояться. Живите обычной жизнью, работайте. Голосуйте на выборах. Выбирайте тех людей, которые с вашей точки зрения могут проводить рациональную экономическую политику. У нас сегодня тема экономическая политика. Вот и все. И я не считаю, что февральская революция была неизбежна. Я не считаю, что тот конец эпохи думской монархии в России был неизбежен. То же самое и нет. Неизбежности в том будущем, о котором мы говорим. Это будущее зависит от вас. Зависит от вас. Оно, конечно, очень сильно зависит от тех людей, которые находятся у власти, в силу того, что они сконцентрировали в своих руках колоссальную власть. И мы, конечно, в большой степени являемся заложниками их действий в этом сложном нашем мире, меняющемся. Но, тем не менее, тем не менее, все-таки пока есть возможности какие-то стараться добиться и журналистам, и политологам, и экономистам, и политикам оппозиционным, разумным разумных перемен, разумных перемен. Это надо делать. Это надо делать. И не пугать себя. Вот такой ответ. Верьте в честный подсчет голосов на выборах, но не забывайте вступить в общество охотников и оболоков. Нет, подождите. Здесь это совершенно другая тема. И там, если говорить там о яблоке, ну и о других там партиях, вы знаете, что с декабря 2011 года довольно серьезно мы все работаем над контролем голосов на выборах, привлекаем граждан. Любой человек может прийти, стать наблюдателем, членом избирательной комиссии. Закон это позволяет, позволяет. И то же самое будет на выборах 8 сентября. И как много вы отловили карусельщиков с открепительными талонами. В Подмосковье побит рекорд с открепительным талоном. Вы знаете, отлавливали и не только в Москве, и не только в Москве. К сожалению, решения не принимаются в отношении этих людей. Да, но все равно есть очевидный факт. Чем больше контроля на выборах, это да, вот Михаил прав. Есть и фальсификации, но их процент гораздо меньше. И вот надо быть упорными в решении этой задачи. Чем больше людей... Времени на это нет. Чем больше... Собянин будет честно избран мэром города Москвы. Я думаю, что эта компания не является честной хотя бы уже потому, что она объявлена на летний период. И в этом смысле, учитывая, какими преимуществами владает Сергей Собянин, выступает там постоянно по телевизору, она в этом смысле не является как бы во всяком случае компанией равных возможностей. Но, наверное, этого и не будет. Но надо все равно идти и делать. А сколько, простите, а сколько муниципальных депутатов от Единой России отдали свои голоса товарищу Митрухину? Около... Около пятидесяти. Около пятидесяти. Столько же, сколько примерно господину Навальному. Но, понимаете, вот это, кстати, очень хороший вопрос Михаил затронул. Вот люди добились у властей в результате протестов после декабря 2011 года фактически возможности выбирать губернаторов. Был установлен этот муниципальный фильтр. И если все-таки говорить о том, что власти, они должны понимать, что это совместная проблема... Подождите, подождите, что это совместная проблема, это решение правильное, потому что муниципальный фильтр, он не должен носить политического характера. Он должен убирать людей, вы понимаете, типа ипотажных, типа Паука, которые хотят пойти на выборы и здесь будет билететь, забит масса людей. Я просто хочу обратить внимание на то, что выборы господина Собянина 8 сентября будут однопартийными, потому что без помощи Единой России ни один из участников не смог бы зарегистрироваться. И более того, ни один из участников не смеет ассоциировать себя с Единой Россией. Нет разницы между всеми участниками. А какая... А какая... Нет, 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 подождите. Нет, просто понятие... Алексей, позвольте... Мы с вами понимаем, что слово надо, но не все это понимают. Подождите. Во-первых, у нас в сентябре следующего года будут выборы в Мосгордуму. И эта кампания важна в плане общения со избирателями. Алексей, неужели вы не понимаете, что до сентября следующего года может произойти столько изменений в экономике? Вот мы просто можем не дождаться следующих выборов? Я могу сказать только одно, что все, что возможно, делать для того, чтобы все-таки наши власти вели себя иначе и были более адекватны. А это невозможно. Ничего же невозможно сделать. Понимаете, есть такие законы социологии... Нет, подождите. Вот пусть они... Вот то, с чего мы начали наш разговор. То, о чем говорил Улюкаев об отдельных частичных мерах. То, о чем говорил Игорь Артемьев применительно к демонополизации РЖД. Подвижной состав, понятно, да, частные компании, а инфраструктура там РЖД. Частные компании блокировали перевозки по железным дорогам. Подождите, это вещи частные, это вещи частные. Пусть они эти вещи делают. Что касается серьезных проблем, фундаментальных проблем... То есть это выбор фундаментальный проблем? Нет, нет, нет. Это зависит, выбор это инструмент. Это зависит от общества, от граждан, от людей. И от тех политических сил, которые все-таки вот этот разумный путь поддерживают. Чем сильнее они будут, я здесь сознательно не называют какие-то партии, каких-то людей. Я просто в принципе говорю. Тем больше возможностей будет с властями говорить. Смотрите, ваш метод и ваши предложения, с коими я согласен, они работают, когда у страны и общества есть время. Понимаете, эволюционный процесс. А кто знает, сколько времени дано? Кто отпущено? Кто это знает? Это, понимаете, это сложнейшее... Посмотрите на экономическую статистику, там все написано. В общем-то. Я просто хотел бы зафиксировать. Возьмем просто элементарный пример. Возьмем ЖКХ, сферу ЖКХ. Последние два года количество аварий в этой... Прошу прощения, три года. Количество аварий в этой сфере растет по 12% в год. Экспоненциальный рост. Износ 75-80%. Это говорит следующее, что в 2014-2015 году многие города могут не пережить зиму. Это решаемая проблема. Нет, это не решаемая проблема. Кем? Я вам могу сказать... Выборами? Нет. Изменением концессионного законодательства. Кто будет менять? Привлечением туда. Я вам скажу. Власти. Вот эти вот только не в рот. Надо... Подождите. Надо убеждать, надо призывать людей к этому. Как вы их можете убедить? Как вы можете призвать? Подождите. На выборах. Прямыми переговорами. С кем? Это надо делать. С властями. С властями. С правительством. Вам же русским языком сказали. А с кем тут разговаривать? Вам же сказали, по-моему, на болотной русским языком. Махатма Ганди умер. Поговорить не с кем. Подождите. Значит, есть разговор политический. Есть разговор профессиональный. И разговор серьезный. Вот Михаил, кстати сказать, вспоминал большевиков. И говорил, что они там были адекватные. И так далее, и так далее, и так далее. Вспомните новую экономическую политику. Огромное количество специалистов. Работало. Работало. Ну, прежде всего, конечно, это наркомфин. Военный коммунизм сначала вспомните. Да, это правда. Краснодарский таком капитал. Это все это было. Это все это было. Но потом было и другое. И были люди, которые, конечно, потом, они были уничтожены. Это понятно. Но в те годы, в те годы, Леонид Науч-Юровский, Николай Дмитриевич Кондратьев, Александр Васильевич Чаянов, многие из этих людей, большое число специалистов, все-таки смогли убедить власти, что надо проводить политику другую. И так они смогли убедить. Это кронштадтские матросы смогли убедить. Да, совершенно верно. И тамбовские крестьяне. Да, совершенно верно. Но то направление, то направление политики, которое было сформулировано положительное, вот эти люди, эти люди внесли огромную роль и в реформу денежную, и в те другие реформы, которые проводились. Понимаете? И это путь, это путь. Не надо от него отказываться. Не надо себя пугать. Надо стараться последовательно управлять. Не будет у нас времени, не получится у нас это. Каждый из нас может сказать, мы сделали все, что могли. Тогда будем думать как-то, так сказать, иначе. Что с этим делать? Думать тогда будет поздно. Думать тогда будет уже нечем. Хорошо, Михаил, ну а вы что предлагаете? Вы ведь фактически что говорите? Что и сейчас особо, совершенно ничего сделать невозможно? Я призываю не быть клоуном, не участвовать в фарсе, не ходить на позорный выбор. И не делать из себя дебилов, в конце концов, по крайней мере, публично. Подождите, это то же самое, что говорили о выборах в императорской России, в период думской монархии. Ну что это за выборы? Что это за выборы? Они там по корьям, по каким-то, и так далее, и так далее, и так далее. Это не выборы. Не надо этого делать. Алексей, я призываю людей не изображать из себя дебилов. А кто вам говорит? Я чувствую. Контроль выборов развития дебилизма. А вы мне отвечаете, идите на выборы. Подождите, контроль выборов развития... Это при нашей системе, извините, это дебилизм. Это хорошо, но это невозможно. Ничего нет, неправда. У нас есть в Москве участки, где Яблоко заняло первое место на выборах Куздумы. Ой, и что поменялось? Благодаря работе... Нет, и что поменялось? Я вам могу сказать, что поменялось. Во всяком случае, мы преодолели трехпроцентный барьер. А что поменялось? Сейчас я вам объясню. Мы получили от налогоплательщиков, от наших избирателей, возможность продолжать свою работу за счет тех средств, которые они нам перечисляют из бюджета. Мы вернемся после новостного педагога. Я вас поздравляю. Это достойный результат. Продолжение следует...